здравствуйте прочитав многие комментарии я понял что ребята вы загнались давайте сегодня немного пошалим и так с вами 10 киловольт сегодня миссия как вы видели из названия як-40 и шаттл посмотрим кто кого и так меня ждут как скажете господа значит смотрите в задание такое с министра обороны с нами и поэтому мне абсолютно до лампочки что у меня заведено куда заведено какие оборудования стоят как говорится какие правила мы просто летим в его удовольствие и поэтому заводимся и выезжаем и поехали посмотрим кто кого шаттл ильяк это очень интересно и я прошу вас не загоняйтесь эта игра секунду я сейчас пройдусь по всем кнопкам которые мне ну как бы я считаю важным там гаш вы ставим заодно ждем последний двигатель крайний давай 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 шустрее шустрее нам выезжать у нас с нами министр обороны поехали там видели да как я загрузился там не зацепить бы крылом машину их недорогущую никто никогда не летал нет мало кто летал да скорее всего такой один летал на других самолетах в миссиях фэйс икс когда человек заморачивается нужно ему повеселиться повеселиться это значит немножко поиграть в удовольствие в удовольствие поиграть ну как кто загружает игру давайте послушаем смотрите низко и медленно даже тот самолет не дает мне сказать сволочь то есть получается так даже в этой игре заложено уже нарушать правила низко и медленно что такое низко и медленно так не бывает существуют какие-то правила правила полетов но когда начинается разговор об этом меня просто мандраж кидает с нами министр обороны мы летим низко и медленно на як-40 як-40 низко и медленно летать не умеет мы попробуем посмотрим по сторонам что у нас вообще происходит ну вот такой вот як-40 красавец просто я взял его специально там сзади улыбочка такая ну чтобы вы не заморачивались конце концов мы же играем в игру а не летаем на аэрософтов или как-то мне любят как писать который я должен изучить или который я должен почему-то должен всем рассказать ребята эта игра как вы не поймете до сих пор игра в нее нужно играть зашибись я бы мог бы середины но министра обороны пугать я сегодня не не потревожусь кстати между прочим миссия будет не выполнена сто процентов потому что но киловольт за рулем киловольт за рулем это это все ревматизм у человека а тем более як-40 это ну довольно такой самолет жесткий ладно ситуация такая мы взлетаем летим на высоту примерно тысячу чем-то футов в метрах даже не буду говорить меня штормит ветер хороший меня штормит джойстик сломался поэтому педали у меня нету и управляют чисто кнопками именно вместо педалей они обессудьте единственное что давайте проверим тормоза я не проверяются я почему говорю проверим тормоза у него же ревматизм у министра обороны сейчас не будем ни страну называть ничего отличный у нас тормоза проверены исправны все хорошо и ревматизм абсолютно дал лампочки есть ревматизм нет у меня правило есть правило нужно соблюдать в общем по задумке такой мы должны как бы лететь показать ему все авиабазу авиабаза находится неизвестно где я принципе нас такую погоду вообще ничего не понимаю куда мне лететь зная что летим вверх потом вправо влево но не в этом дело шаттл нам нужно поймать шаттл попробуем понял там по-моему даже второй пилот у меня рожжет спасибо все вроде с меня мало чего требуется главное показать полет моему командиру начальник поехали мы загружена очень сильно очень очень плотно поэтому будем лететь ну я не знаю как мы будем с малой ветер сдует подъем как мы будем лететь с таким весом с малой скоростью ну ничего выкрутимся убирая закрылки вот когда приблизится шаттл шаттл у меня ну надейся мы уж точно гарантируем я уж точно гарантирую так высота скоро будем нажимать автопилот полетим на автопилоте ревматизм все-таки у человека придется немножко его пожалеть поехали не заморачивайтесь я вас прошу вообще ведь интересов очень много всяких разных самому интересных делал пусковой установка шаттла кто-нибудь когда не в заданиях и у находил да мы ее явно пролетели дайте я вам 266 это очень быстро мы летим очень очень быстро я думаю где-то здесь она 400 с чем-то километров в час на фига мы дали дайте уменьшим уменьшим и пойдем на закрылках обычно на закрылках можно лететь ну примерно 160 узлов мы так и сделаем есть закрылочки поехали помедленнее нас просили помедленнее вес у нас очень большой поэтому не меньше 130 поехали увидел он хоть что-нибудь не 131 узел хорошо идем все бы топлива сбросил здесь бы было бы вообще замечательно ждем шаттл давайте пофулиганим мне главное выдержать скорость вот на такой скорости я буду лететь на этих закрылках доходит до бесконечности покинуть тем что я хочу сделать в комментарии а и в комментарии у нас запомнили они не сказали что слева все сидят слева я пытаюсь левым крылом все показать почему они до сих пор не видят не понимаю все попробуем по кругу пролететь есть второй маршрут отлично 134 узла самый смак для этого самолета 134 узла 250 километров в час нас сносят увидите но мы терпеливые подождем шаттла сейчас самый ответственный момент чтобы нам не рухнуть и завернуть хорошо все таки мы на яшке вот давайте договоримся так вот вы будете так летать тогда вы удовольствие будете получать иначе вы просто заморать заморочитесь а в полете мы снижаемся я вижу по туману я надеюсь я успею поднять высоту в полете 20 миль отлично хорошо как скажешь но я надеюсь я его поймаю перехвачу мне придется его в ручном режиме ловить а там не обессудьте придется выпендриваться понял скорость малая газу вообще с таким доворотом лучше отлететь не немного в сторону все мне уже не надо самый дпс мы ждем шаттла 300 закрылки отвалятся я не вижу шаттла я знаю что он должен приземлиться вот на эту полосу поэтому я смотрю его все время левее скорость 146 это хорошая скорость идем на этой скорости потому что закрылки у нас не отвалится на 180 разрешено 180 попробуем выше подняться 10 миль я на разворот иду попробуем пересечь курс это миссию выполнял поэтому знаю как она опасности столкновения нет ну ну где же шаттл 0 кило айфа без проблем разгоняемся 0 кило 190 узлов у нас 138 мы немножко опаздываем надо найти шаттл я вижу шаттл поехали если вы не видите то я его вижу поехали догонять поехали догонять это пилот выключил ревматизм говорите ну ну самое интересное шаттл догнать это вам вот он шаттл мы его догнали сейчас мы попробуем его заснять на посадке никакого решения не принимаю задание провалено а верно фотографируйте фотографируйте поехали на посадку нас все равно заставят сесть там еще есть вон истребитель смотрите все успели сфотографировать но все равно миссия провалено есть еще он истребитель но не я с таким наклоном не ум не могу уйти ладно все давайте на посадку шутки шутками а все-таки надо посадить этого хламу на иначе иначе нам не простят як 40 пошли на посадку пошли на посадку на посадку все-таки не дали возможность ничего включить то есть тупо выгнали мне нужно хоть эта информация визуальная вот так вот все-таки як-40 выиграл у шаттла выиграл даже у некоторых но это шутка конечно шутка вот если вы не будете заморачиваться также на игре а будете получать от него удовольствие и вы догоните шаттл на любом самолете абсолютно на любом посмотрим что у нас он сделает против ан-12 ну это так для личного пользования ан-12 идем на посадку откуда взлетели туда прилетели туда его и посадим 190 посмотрим что у нас закрылочки можно выпустить мы очень тяжелые очень тяжелые да нет в принципе какое там тяжелое мы заправлены немножко давайте снижаться до выпуска с шасси закрылка потом шасси потихоньку маневрировать покажем им нашу вас посадку тем кто на борту сзади все идем на этой скорости и спокойно садимся на посадку df скорое видео закончится мы даже не знаем посмотрим мы все показали своему боссу да нет почти все но не все хотя мне сказали что все успели сфотографировать но миссия провалена сейчас наблюдаю за верхнюю шкалу широта где нарисовано там не должно быть меньше 135 потому что если будет меньше то есть 130 130 я прошу да не даже меньше еще но 130 140 по моему держу это я вижу наш аэропорт откуда мы вылетели не только по зеленой стрелочки но и по потому откуда я взлетал и туда нам надо будет зайти не напугая министра обороны по улыбаемся лайф я вижу все садимся темно похоже на посадку туман ему точно уже привет передал ну так еще бы садимся без вариантов ветер сильный но мы садимся тебя скажут отлично потому что по-другому не умеем меня заносит какая перина что он несет отлично сели теперь подгоним их к месту ихней дислокации шаттл увидели уже хорошо отлично шаттл увидели уже хорошо отлично шаттл увидели уже хорошо отлично нас заносит на каждый раз давайте мы сделаем так я вам покажу из кабины нас все-таки здесь больше где-то несколько человек и нам здесь веселее мы все свои довезем все-таки довезем потерпите немного ну кому уже надоело может выходить но потерпите второе задание провалено задание провален только потому что в конце концов мы загрузили другой самолет только из-за этого а так я все в принципе выполнил меня даже не уволили прошлый полет на том самом самолете который в заданиях есть меня уволили вот тут очень тяжело сейчас потому что я привык джойстиков управлять сейчас приходится клавиатурой и поэтому немножко немножко конечно муторно все главном выгрузить их правильно и кто дождался тот поймет о чем я говорю что значит выгрузить правильно это я подъехал задание не провален я ничего не сделала просто самолет другой а теперь выгружать будем будем выгружать крыша мешает все хорош выгружаем выгрузили все всем спасибо за просмотр не заморачивайтесь играетесь в удовольствие все остальное придется но желаю вам чтоб количество ваших взлетов всегда равнялось количеству посадок чтобы не случилось подписывайтесь на канал пока пока